Здравствуйте, в эфире Парадокс с Игорем Виттелем, я Игорь Виттель, и в гостях у меня сегодня математик, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий отделом вычислительных методов прогнозирования вычислительного центра имени Дородницына Российской Академии Наук Константин Владимирович Рудаков. Константин Владимирович, здравствуйте. Обеседуем мы с Константином Владимировичем на тему антиплагиат. Как мы знаем, в последнее время эта тема усиленно используется обеими сторонами драки научного и околонаучного и даже совсем ненаучного сообщества, а также блогерами, хомячками и прочими в выяснении отношений. А на уровне, примерно, как выяснялись они, когда гири пилили в известной книге. В общем, а ты кто такой? И вот для этого была создана некая система антиплагиат, которая позволяет, видимо, вычислять плагиат в научных трудах, в диссертациях, в автоматическом режиме. Но система абсолютно неоднозначна. О чем мы с Константином Владимировичем, как с удающимся математикой? Не надо. И что не надо? Я не люблю КДГ. Я же правду говорю. Правду говорить легко и приятно. Ничего подобного, Игорь. Самое высокое звание в мире, которое я знаю, это просто математика. Хорошо. Не надо зающийся. Наша тетя Сара не старший экономист, а просто экономист. Нет, нет, вот просто. Хорошо. Телефон студии, напомню, если кто-то хочет высказаться о скандалах с плагиатом и антиплагиатом, 6510996, код города 495, ну или пишите нам на странице программы «Парадокс» на сайте финам.фм. Еще раз здравствуйте, Константин Владимирович. Объясните мне, пожалуйста, как вообще появился этот проект? Вообще для чего он предназначен? На чьи деньги? Вообще как он работает? Вот какие алгоритмы лежат у вас? Чудесно. Игорь Саниславович, можно без отчества. А вот если мы с вами договорим до отчества, то отдельная тема в конце, если останется время. На самом деле это тоже мне очень интересует, вопрос об отчестве и их использовании. Чуть-чуть неточности, с которых на самом деле вы начали. Ну, мало того, что у меня отдел немножко по-другому называется. Ну, называется, это у вас написано, я понимаю. Интеллектуальные системы, это не суть. Также называется кафедра в физико-техническом институте, мной образованной, которую я возглавляю. Ну, и у нас есть отдел математических методов, кафедра математических методов прогнозирования в университете, которую возглавляет Юрий Иванович Журавлев, это мой учитель. Я после эфира уволю продюсера за то, что я там не позволила так в первую минуту. Теперь вторая ваша ошибка. Так интереснее будет. Я же теперь уволю себя. Но вас увольнять, наверное, не стоит. Смотрите, вы сказали, что антиплагиат был создан для того, чтобы обнаруживать что-то там в диссертации. Но это неправда. И давайте. Вот теперь, давайте с этого начнем. Вот история проекта. Она с диссертациями не была связана вообще никак. Просто. Началось с того, ну, так, чтобы было понятно, видите, у вас, мы с вами не так же давно знакомы. Тут история такая. Есть, есть от Адама Юрий Иванович Журавлев. Это мой учитель, великое счастье в моей жизни, что я. Я с ним познакомился, когда был на первом курсе физтеха. В 71-м году. Он был профессор, лауреат Ленинской премии. Тогда еще не член Академии. Ну, один из самых выдающихся людей, которых я видел вообще в жизни. И мне удалось к нему ученики. И вот потом все это дело развивалось. И теперь это уже большая школа Юрия Ивановича Журавлева, уже там под школа моя. У нас, помимо того, что я назвал, вот, отделы в учительном центре Российской Академии Наук, помимо кафедр на физтехе и университете, есть еще, ну, скажем так, по-старому внедренческие фирмы, внедренческие компании. Я не понимаю разницы между фирмой и компанией. Мой ученик Юрчикович меня ругает, когда я говорю слово «фирма». По-моему, одно и то же. Ну, я вообще человек довольно темный во всем, что не касается моей профессии. И вот был такой человек Владимир Аполлович Никитов. Очень симпатичный человек, но его сейчас нет уже с нами. У него было у отца два сына. Один из них, младший, Глеб Никитов, учился у нас в МГУ на ВМК. И у меня писал дипломную работу и потом диссертацию. У него старший брат. Старший брат человек загадочный, потому что у него два имени. Артемий и Артем. И так, и так он называется. Очень адекватный человек. И в 2005 году Артем был ректором довольно крупного негосударственного вуза. Он назывался, по-моему, МИЭМП. Что-то экономики, менеджменты и права. Ну, зная о существовании Юрия Ивановича и моем, он обратился, пришел ко мне просто в кабинет и говорит, Константин Владимирович, есть такая проблема. Я вот как ректор ее вижу. Что студенты, а у них институт, ну, такой, видимо, слегка гуманитарный, в нем, я даже не знаю, где он расположен. Мне интересно то, что касается нас. Что возникла такая жуткая проблема. Вот к 2005 году она была такой абсолютной. Что студенты берут с сайтов, выставленные там рефераты, меняют титульный лист и их сдают. Рефераты и вплоть до дипломных работ. Чудесно. Причем Артем тогда сказал, что, понимаете, это полная профанация. Потому что мало того, что они их сдают, они их сдают не читая, маленький нюанс, они вообще даже не знают о чем. По теме подошло формально. Он берет, меняет титульный лист, вписывает себя и свой институт. Ну, или компонует из двух-трех максимум. Интеллектуальные усилия колоссальные. Преподаватели, зная, что он получает туфту, принимает это тоже, не читая, но, в общем, получается полная ерунда. И для этого было создано, для того, чтобы вычислять подобные... Вот. Дальше. Он сказал, что на Западе, на Диком Западе с этой проблемой уже столкнулись и начали бороться. Есть англоязычные системы. И сначала Артем обратился к создателям этих систем. Там, кстати, много русских, естественно, как обычно. Но выяснилось, что им это, ну, так сказать, неинтересно в чисто экономическом плане. Дорогая штука, ну, зачем ее делать? Интереснее, там, для Китая, может быть, сделать. А для России, ну, что, рынок маленький, как говорится. Это же люди коммерческие вполне интересные. А где мы будем отбивать некие вложения, которые тут будут? Он пришел к нам, ну, я собрал своих ребят. Это мои любимые ученики, я вообще всех своих учеников безумно люблю. Ну, среди них есть вообще откровенные гении, на мой вкус. Мы собрались, ну, что, в общем, вызов интеллекту, ну, не такой уж большой. То есть... А как это работает? Сейчас я объясню. Вот сейчас объясню. Очень просто. У вас есть два текста. У вас Word может сравнить. Вот если вы взяли две страницы, это элементарная функция. Вот совпали куски текстов. В чем проблема? Проблема в том, что вам сравнить надо, вообще-то говоря, ну, по-хорошему, со всем Рунетом. А это уже никакой Word не сделает, ни при какой погоде. Ну, в ПВП и СКВИК забивается, как откровенный плагиар. Что? Вы забьете 20 страниц текста? Нет, ну, отдельная абзаца текста случайной выборки. О, совершенно верно. Это вот, эта мысль реализована в некоторых системах. Понятно. Они шарашат. Мое техническое образование, видимо, где-то внутри меня дремлет. Вполне нормально. У вас абсолютно адекватное восприятие. Более того, это реализовано уже и очень рекламируется, как альтернатива вот нашим антиплагиарам. Просто системы по-разному устроены, и они, ну, их глупо сравнивать. Это тоже подход. Вы берете, ну, реально, там, в Яндекс или в Гугл. Забиваете туда или вводите как-то, ну, копируете какие-то фрагменты текста и ищите, где они могут найти аналогичные фрагменты. Подождите, вот тут уже возникает у меня вопрос по алгоритму. Да, пожалуйста, пожалуйста. Допустим, как бы существует фраза, в которой не переставлены слова. А если как бы текст, это уже мое журналистское профессиональное, рерайт, ну, да? Да, пожалуйста. То есть приходит новость, но я ее не копипейстом делаю, а излагаю своими словами. Не Константин Владимирович Рудаков сегодня побывал это самое. А к нам пришел довольно симпатичный мужик, вроде бы, из вычислительного центра. Да. Все. Вот это никакой антиплагиат не распознает. Естественно. Особенно, если вы не будете использовать там фамилию, скажете, ну, да знаю я вас давно. Ага. Товарищи плагиатры, берите метод на вооружение. Так это давно описано. Совершенно верно. То есть исходная идея, вы знаете, у меня аналогия такая, я люблю кататься на автомобиле. Вот я слышал, что у нас там популярная вещь, я полностью поддерживаю, борьба с пьянством. У меня говорили, что есть какая-то африканская страна, где тоже запрещено пить за рулем. Вы знаете, как они это понимают? Как? Нельзя пить, когда вы ведете автомобиль вот одной рукой и бутылку виски держите и от нее отхлебываете. А остановились на обочине, на глазах у полицейского, выпили и поезжайте дальше. Но проблем. Вы знаете, насчет африканской страны не знаю, но эту историю мне рассказывали про покойного Абдулова. Царство ему не было. Я знаю, что однажды он, действительно слегка выпив, сел за руль, когда остановила милицию, нагло с бутылки пива вышел и сказал, ну а что, мы уже никуда не едем, а вот машину вызвали, чтобы нас друзья подвезли. Ну вот, исходная идея такая, понимаете? Исходный антиплагиат был создан для того, чтобы бороться вот с этой совсем уж совсем тупым копированием. Копипейстом. Копипейст? Да. Потом пошло немножко развитие, вот в ту сторону, о чем вы говорите, там с перестановками слов, там я посмотрел интернет по этому поводу. Ну, целая такая, ну, квази-индустрия по этому поводу. Вот давайте буквочки заменять, там, о-латинское, о-руска на о-латинское. Это уже стандартно было. Ну, вот всякую фирму. Это уязвимость еще используется во многих чатах, да. Это все... А у нас уже первая часть подходит к концу, точнее, первая четверть. После выпуска новостей буквально вернемся. Ну что ж, возвращаемся в студию, где мы с Константином Владимировичем Рудаковым беседуем об антиплагиате. Это парадокс с играми Виталя. Если хотите присоединиться, 65, 10, 90, 96, код города 495. Константин Владимирович, прошу вас. Итак, Илья Александрович, вот вы спросили относительно алгоритмов. Алгоритмы достаточно понятные и традиционные. Это алгоритмы поисковиков. Они же лежат в основе Яндекса. Они же лежат в Гугле. Там, ну, важны некоторые детали. А общая идея совершенно понятна. Она везде одинаковая. Но более того, я могу сказать, что у меня на кафедре одна треть это специализация под Яндекс. Специально. Вот мы с Аркадием Воложем договорились. И выпускаете специалистов, которые способны... У меня сейчас были предзащиты магистрских диссертаций. Четыре из них идут вот по тематике Яндекса. Причем разные. И пробочные. А необходимы вообще вот столь утонченные системы для вычисления плагиата? Ведь понятно... Это не утонченные. Хорошо, неважно. Вот это совершенно примитивное. Примитивное, неважно. Но ведь, на мой взгляд, достаточно глянуть в глаза некоторым депутатам, чтобы понять, что они не то, что диссертацию не могли написать. Они слово «мама» с трудом пишут с четырьмя ошибками. Слушайте, Игорь. Давайте поставим какой-нибудь измеритель. Я вам могу сказать. Просто электронный измеритель IQ. Нет. Вот это не по моей части. Строго. И меня очень забавляет, когда пишут про таинственный алгоритм. Он говорит, алгоритмы таинственные и никому непонятные. Здесь вспоминается известная фраза одного крупного основателя кибернетики, которого, когда спросили, а может ли быть машина умнее человека, ответ был, по-моему, блестящий. Он сказал, смотря какого человека. Бывают такие дураки, что и утюг умнее. Ну, я именно это имею в виду. Вы об этом и говорите, я так понимаю. Нет, это вне моей компетенции оценивать интеллектуальные способности, вот кого бы то ни было. Итак, система была сделана для того, чтобы искать совпадения в больших массивах и быстро. Существенно производительна. То есть вот сейчас антиплагиат сжирает 100 тысяч текстов в день. Вот это сделать, вот так, как вы говорите. А кто его этим кормит вообще? А это запросы. Это открытая система, туда вы можете обратиться. И совершенно бесплатные есть там. Вот уже он пока не окупился, кстати. А сколько было вложено, если не встретить? А вы знаете, я точно не могу сказать. Я могу сказать, как это было устроено. Вот как раз Никитов, вот теперь про то. Значит, алгоритмы самые известные и самые простые. Они просто качественно исполнены. Используя такое сравнение, уж простите, автомобильное, что сделать автомобиль в своем гараже вы можете. Просто вот купить двигатель, там что-то такое собрать, вот такой самоделкин сделает автомобиль. Вот такую систему, более того, поисковую систему можно дать как курсовую работу. Совершенно понятно. И она будет работать. Когда делался антиплагиат, сначала взяли одну, более-менее профессиональную, там купили ее, систему западную, по-моему, там тысяч за 20-30 долларов. Ее запустили, она на 100 тысяч текстах заткнулась. Антиплагиат сейчас мы штабируем бесконечно. Вот он 44 миллиона текстов держит, совершенно без проблем. Вот 100 тысяч запросов, там 20-30, до 100 страниц, там, а то и больше, он пропускает через себя. А он как находит? То есть как бы полностью совпал текст? Полностью или не полностью. Вот это уже вопросы нормализации текста. Вот тут, ну, всякие небольшие примочки, как говорится. Общая идея остается, а вот вокруг нее эти детали, которые отличают Ауди от Жигулей. А порядок слов, семантика и так далее? Вот это разные вещи. Порядок слов, он устойчив к некоторым перестановкам, к некоторым заменам синонимов и так далее. Ну вот в этом направлении идет совершенство. И тут вот существенная вещь. Потому что вот у вас в анонсе было, антиплагиат несовершенен. И это сказал глубоко, уважаемый Виктор Антонович Садовничий. Они собирались, вот я забыл где, с Путиным. Я не знаю, где они. Ну вот много народа было, как это называлось. Ну много, вот у них движение какое-то вместо Единой России. Народный фронт? Вот, 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 вот. Вот это. Ну я совершенно политик. Как профессор Преображенский. А, нет, 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 нет. Вот я не читаю советские газеты. Абсолютно. Ну я знаю, что там Садовничий сказал. Антиплагиат несовершенен. Я готов подписаться. Потом Медведев. Слышали, наверное. Есть такой человек. Нет, я слышал, что он ездит. Да, вот это. Меня только это интересует. Мы с вами, знаете, как, извините, перебью. Было такое старое, когда Двогорца сидят. Уже таких столетних следствий. Они говорят, а помните, мы когда-то там внизу за девушками бегали. Говорят, я помню, но не помню зачем. Да, не помню. У них что-то где-то есть, но как называется, нигде находится. Я не знаю, зачем. Нет, среди прочего, он тоже сказал вполне внятную и разумную вещь. Понимаете, вот по отдельности разумные люди. Что пафос такой. И это относится и к нынешнему антиплагиату, и ко всем альтернативным системам. И ко всем системам, я вот, ну уже немножко, ну слегка профессионально могу сказать, которые можно сделать в принципе. Они несовершенны по определению. Они не заменят эксперта. Задача антиплагиата, и вот это вот существенная вещь, к которой мы переходим так как бы плавно к тому, с чем я совершенно согласен, что антиплагиат используется неправильно довольно часто. Вот исходно он был сделан для того, чтобы просто студенты хотя бы прочитали то, что они копируют. И эта цель, ну, в точности достигнута. Ну, альтернатива, конечно, нанять кого-то. Но нанять кого-то, это, знаете, кто-то загримировался, пошел давать экзамены. То есть для этого было? Исходно, студент, так сказать, без денег должен поработать с текстом. Окей, задача решена. Дальше. В чем глупость? А что, саду ничего-то не нравится? Да, совершенно правильно, потому что его иногда, и вот масса вещей, которые я читал, я специально посмотрел, что пишут, будете смеяться, вот по отношению к тому, что делает наша команда, вот антиплагиат по, ну, я думаю, в рамках одного процента того, что, причем далеко не самая интеллектуальная система, она вообще не интеллектуальная. Но его что-то в этом зацепило. Зацепило следующее, и совершенно правильно. Нельзя циферкой, вот дальше, если вы нашли совпадение, очень легко посчитать, какая доля символов, вот у вас там 50 тысяч символов, этих 30 тысяч совпало с тем, что было раньше в интернете. Вот он покажет, у вас 60% неоригинального текста. Но это ни о чем не говорит на самом деле. Потому что надо смотреть конкретно на выделенные фрагменты. Он показывает, вот фрагмент, вот абзац, вот абзац с перестановкой слов, или целиком, цельно тянутый. Вот он встречался вот там-то. Дальше, возможно, масса вариантов. Это цитата может быть. Это может быть корректная цитата. Это может быть ссылка на закон. Вот недалеко, как позавчера, в присутствии председателя ВАКа, мы обсуждали это дело, я говорил, что, понимаете, здесь можно использовать и по-другому. Представьте, вы пишете юридическую работу, и вы переврали текст закона. Это чудовищно. Это чудовищно. То есть антиблагиат здесь должен показать стопроцентное совпадение как раз. Вот в этой цитате, там нельзя представлять слова, нельзя переносить запятые. И там может быть... Как раз это правильно. Там, где стопроцентное совпадение, там может быть наоборот, вместо красного флажка ставить зеленую галочку. И наоборот ставить красный флажок, когда нет совпадения. Что вы взяли, переворяли закон и начали его интерпретировать. Или, вот, понимаете, так размышляю. А представьте, вы пишете работу по юриспруденции, и, например, тема такая. А что было бы, если бы вы этот закон сформулировали немножко по-другому? Тогда вы будете цитировать закон, будете давать его варианты и говорить, вот к чему бы это привело. Хорошая работа. Вот, если бы я был юристом, он сказал, ну классная работа. Люди обосновывают, почему запятую надо поставить здесь и не здесь, ввести лишнее слово и так далее. Нормальная работа, которая будет совпадать с этим законом, там, может, на 80%. И будет классная работа. И вот когда говорят, антиплогиат несовершенен, безусловно, несовершенен. И вот примерно об этом Медведев говорил. Кстати, ну он экономист, по-моему, или юрист? Ну что ты в этом духе? Юрист. Ну, очень хорошо. Вполне понятная вещь. То есть, ну, об этом Юрий Иванович говорит всегда, что пользоваться надо уметь. Понимаете, мартышка и очки. То есть система, она абсолютно несовершенна. Зачем же вы ее такую сделали? Слушайте, если сделать ее более совершенной, у преподавателей могут отключиться мозги совсем. Они будут смотреть на эту цифру. И просто... И просто по ней ставить оценки. Ну, преподаватели же не для того, чтобы проверять работу отчасти. А, они, может быть, не для того, чтобы учить? Нет, они для того, чтобы учить. Может быть, как раз эту часть их работы могут заменить... Подождите, вот категорически... Нет, нет, нет. Вот это категорически нет. Это никто не заменит. Так нет, ну подождите, ну зачем так это самое примитивное? Значит, есть red flag, то, что да, как бы красный флажок показывает, что да. Он показывает, вот есть два фрагмента, он смотрит, что это за фрагменты, он должен... Подождите, подождите. Можно прогнать через систему, и система показывает, вот в этих текстах там совпадение находится ниже того уровня, который вы задали, допустим, 50%. И замечательно, это сразу автоматом проходит. А вот здесь есть подозрения на полные цитаты, на плагиат и так далее. Это уже вручную выборочно проверяется. Игорь Саниславович, мы там давали как-то... Я позволял себе высказать так. В работе плагиата не должно быть вообще. Могут быть корректные цитирования, могут быть ссылки, могут быть общебытомительные вещи, там для какой-то области. Понимаете? А вот для этого антиплагиат устроен, что он вам показывает, что вот этот абзац и этот абзац, ну или этот фрагмент и этот фрагмент, они крайне похожи. Причем похожи, вообще говоря, на таком... То есть изначально система и не планировала сделать, быть в сторону утонченной. Она неоценочная. Неоценочная, хорошо. Это обнаружение совпадений. Для чего она может быть применена и для чего не может быть применена? В помощь эксперту. В помощь эксперту исключительно. Для того, чтобы в большом массиве найти кусок, который вот похож, вот насколько похож, там можно, знаете, говорить про метрики Левенштейна и прочей радости, всякие перестановки и так далее. У нас это уже там всякие кишочки. Суть не в этом. Дело в том, что вот как устроен антиплагиат. Я только что с Юрой Чеховичем говорил по телефону, он в Турции на конференции сейчас приезжает. Понимаете, важная вещь. Если вам система не показала совпадения, это не значит, что текст оригинальный. Но если показала, она вам показывает, откуда и вот какое совпадение. А это уже абсолютно объективно. Ну, смотрите, я все-таки хотел бы вернуться к началу, да? А сейчас, когда разгрозились все эти скандалы, антиплагиаторские, да? В основном никто же не утруждается тем, чтобы читать работы. Утруждается. Перестаньте. Да, да, да. Вот смотрите. Вот теперь, если мы... Скандалы, во-первых, сейчас мы касались высшей школы, а теперь плавно переходим к диссертациям. С диссертациям история такая. Это история, ну, тоже, что антиплагиат можно для этого использовать. Ну, как-то вот, когда он начал набирать вот свою базу данных, это же робот, ну, как у любого поисковика, ползает по интернету, засасывает это в себя, индексирует. Дальше поэтому он ищет. Если он это не засасал, он ничего не найдет. Ну, формирует свой собственный там индекс, ну, неважно, там уже кишочки непринципиально. Если он этого не видел никогда, он и не покажет. Поэтому тоже важно понимать, что вот если он показывает, он показывает, какое совпадение, откуда, где был источник. Все, вот это абсолютно доказательно. Когда говорят про совпадение смыслов и прочего. Заметьте, такая милая вещь. Я, помимо всего, еще и член ВАКа, член экспертного совета ВАКа, давно уже, давно сижу. Вот с чем мы сталкиваемся? После выпуска новостей досидим в ВАКе. Да, это очень серьезно. Не возражайте, вот ровно через минуту вернемся в студию. Добрый день еще раз. Это опять парадокс с Игорем Виттером. Мы возвращаемся в студию, где мы с Константином Владимировичем Рудаковым беседуем о системе антиплагиат. Вот. Итак, на чем мы остановились-то? Мы остановились на ВУЖах. И с плавным переходом. С плавным переходом на диссертацию, да. Как это может быть использовано в диссертации? Во-первых, для меня, честно говоря, ну я доктор физмат, наук, и это такой совет ВАКа по управлению, вычислительной техники и информатики. Это блок специальностей. Ну, во-первых, могу сказать, что вот экспертный совет, это потрясающе квалифицированные и честные люди. Тогда, подождите, вот извините, Константин Владимирович, вот тут я вмешаюсь. Пожалуйста. А как тогда случилось, во-первых, во сколько вы оцениваете процентов количества лжедиссертации в стране? Не во сколько. А во-вторых, как так, как нет? Ну, так не знаю. Ну, примерно, ну как вы? Игорь Станиславович. Что? Понимаете, если, вот я не позволяю себе говорить о том, в чем я не компетент. Это вопрос надо изучать кому-то. Я не... Я могу сказать то, с чем я сталкивался в своем совете. Вот про это я могу сказать. Давайте. Вот. Про... Знаете, я вам не скажу за всю Европу. Вот откуда я знаю? Ну, лжекандидатов физических и докторов физических, ну, я думаю, вряд ли существует. А у нас все зматотехнические. Да. Ну, я думаю, что они в основном все либо докторы-юриспруденцы, либо экономики там. У нас одна работа была снята, докторская, с помощью антиплагиата. И вот рассказываю историю реальную. Я всегда... Знаете, я больше всего верю тому, что я видел собственными глазами. Рассказывайте. Рассказывайте. Приношу извинения перед всеми обладателями этих степелей. То, что, ну, как-то немножко на второго сорта, потому что это правовые методологические аспекты информатики. Это не теоремы, это не алгоритмы. Ну, это не физика. Нет, но это идет в наш совет. Ну, поскольку это информатика, да. В экспертный совет, там, поскольку... Хорошо. Она на 0,5 начинается и все, поэтому она там. Она там. Диссертация, это было уже там несколько лет назад, какой-то дама, откуда не помню. На самом деле на нее поступила кляуза о том, что у нее там довольно много пересечений с другими работами. И вот это, вот реальная и правильная процедура. К этому времени РГБ, ну, это бывший Ленинг, Ленинская библиотека. Я для себя все равно как-то РГБ, но я уже привык. Это Ленинская библиотека, теперь называется Российская государственная библиотека. Они организовали совершенно правильную вещь. Они взяли вот этот антиплагиат как инструмент, может быть, еще какие-то инструменты у них есть, и сделали живых людей, профессиональных и квалифицированных, которые, получив эти выдачи, пишут собственное заключение. И вот эта работа была послана туда. Оттуда, с подписями экспертов, с опечатью РГБ, пришел вывод о том, что существенный по смыслу, не просто процент, дурной процент, там, бог его знает, существенный по смыслу, там, фрагменты диссертации принадлежат другим авторам. Единогласно была диссертация отвергнута. Но это единственный случай. По плагиату, да. А почему тогда стоит такой шум по поводу того, что огромное количество диссертаций... Нет, ну это другие специальности, понимаете. Там я не знаю, как их снимают, но вот там ищут плагиат. Но плагиат ищут, вот смотрите, не просто система антиплагиат что-то выдала, или какая-то другая система. Но они пользуются вашей системой для пользования. Я не знаю, чем они пользуются. Они могут вообще вот сами вручную вбивать этот текст в поисковики и искать. Они могут идти заказывать в Ленинке, в Цитисе. Понимаете, в чем дело? Когда диссертация штука такая, это уже серьезнее, чем курсовая работа. Там довольно часто человек, который защищает диссертацию, у него есть, ну, будем так говорить, враги. В общем, неважно, с какой стороны баррикад. Ну, они хотят им... То ли он украл шляпу, то ли у него украли шляпу. Какая разница? То есть вот это террариум единомышленник. Это они никакие единомышленники, это неважно. То есть, вы знаете, простите, я сейчас на секунду перебью от конкретики немножко общего. Я когда недавно перечитывал воспоминания Коры Ландау, меня вот поразило, по сравнению с ней, я потом написал, что Надежда Яковлевна Мандельштам, известная своим злобным нравом, кажется вот просто матерью Терезой. А потом я просто понял, оказывается, научное сообщество, и особенно физическое, вы уж меня извините. Чего особенного нет? Ну, судя по тем воспоминаниям и тем людям, с которыми я общался, в физике какая-то особенная каста. Там, видимо, существует все-таки некая иерархия. Да? Ну, наверное, тоже везде существует. Но я сейчас к чему веду? К тому, что вообще некие этические нормы, то есть люди, которые пользуются заказными текстами, ворованными диссертами, когда этим занимаются депутаты или чиновники, у меня не возникает к ним вопросов, понимаете? Ну, они такие по определению. Точно так же, как у вас бы сейчас не возникает подозрения, например, что я, например, могу откуда-то знать теорию струн, или там нарисовать вам график Чуфрауча, да? Неожиданно, да? Или про Реджион что-нибудь рассказать. Нет, глядя на вас, я не удивлюсь. Ну, хорошо, неважно. В лучшем случае вы подозреваете, что я это откуда-то знаю, где-то читал и знаю обрывочные сведения, да? Так, а сами ученые-то зачем это делают? Откуда вот это вот делась? Где в науке? Почему настолько изменилось? Я не знаю, изменилось или нет, может быть, всегда так было. Научная этика, да? Вообще состояние морали в академической среде. Ведь, глядя сейчас на выборы в Российской Академии наук, ну, честно говоря, мне это напоминало драку в зоопарке. Почему? Ну, потому что... Ну, это мы можем перейти потом к этому. Ну, если время остается... С антиблогиатом это же никак не связано, и с антиблогиатом. Тем не менее, я с вами еще хотел немножко о научной среде поговорить. Ну, если у нас хватит времени, то можно будет. Ну, давайте вот последовательно. Значит, комментировать, какое количество и каких там диссертаций по каким специальностям содержат цитирование, мне это, ну, вот эти некорректные заимствования. Я бы так говорил. И вот, кстати, смешная вещь. Заметьте. Это вот на совещании в Министерстве науки, которое было очень серьезное совещание, вполне разумные и вменяемые люди, они мне прислали приглашение. Будем обсуждать системы антиблогиат. И я сказал Владимиру Михайловичу Филиппову, нынешнему председателю ВАКО, что, коллеги, ну вот давайте все-таки будем корректными. Вы знаете, антиблогиат, само слово, это товарный знак. Наш зарегистрированный. Ну, теперь все называется антиблогиатом. Вот. Это стало уже словом типа ксерокс. Вот как не смешно. Все, что угодно. То есть не может быть системы антиблогиатом. Ну, не может быть много машин Мерседес. Это то, что выпускает известный концерн. Вот. Ну, у них может быть много марок, но это все. Вот. Я не могу взять москвич к нему, прилепить марку, там, блямбу и сказать, что это Мерседес. Вот. Начиная с этого, тут всякие проблемы возникают. О том, что надо быть очень-очень корректными. Я не могу говорить о том, сколько каких-то исторических и других диссертаций содержит какой процент чего. Не мое дело. Я этим не занимался. Сам по себе антиблогиат. И вот то, что надо делать, надо делать свое дело. Вот. Если он чего-то не найдет, или найдет не так, или будет медленно работать, или начнет зависать, это проблема, так сказать, коллектива, который его поддерживает. Что, где обнаружено, совершенно все равно. Здесь, понимаете, вот у меня папа был рентгенолог. Есть такая штука. Наше дело сделать хороший рентгеновский аппарат. Простите, демонстрировать снимки. Это уже не задача рентгенолога. Нет, это не задача изготовителя рентгеновского аппарата. И даже не задача комментировать снимки. А публиковать их, ну, эта медицина там вообще нельзя. Вот эта самая персональная тайна, это серьезная вещь. Вот будут проблемы со страховыми компаниями. Это нельзя. Это просто нельзя. Мы отвечаем за то, чтобы вот аппарат выполнял то, что он должен делать, для чего он предназначен. И вот вернемся. Несовершенен, безусловно, несовершенен. И не нужен совершенный. Не надо заменять экспертов. Правильно, сейчас существует очень сквалифицированная группа в Ленинке. Начинается формирование такой же группы, насколько я знаю, в ГПНТБ. Ну, знаете, библиотека. И существует, ну, так сказать, общественное объединение какое-то, оно тоже, по-моему, называется антиплагиат, где люди в рукопашную, используя исходные выдачи систем такого типа, делают анализ и свои результаты публикуют. Там с эмоциями. Ну, это уже их дело. Знаете, я отвечаю за это так же, как изготовитель бумаги отвечает за то, что на ней написано. Не более того. Вот если будет плохо чернила ложиться, это наша проблема. А вот что написано, это не наша проблема. Но, тем не менее, как человек, подключая эмоции, вы считаете, что существует действительно проблема плагиата не в ученых, не в высшей школе, да? То есть не в институтах, не в университетах, а именно в научных работах? Либо это сейчас используется действительно в политической борьбе друг с другом? Вот я вам говорю, эти тараканья бега, как бы, ни одной фамилии там не помню. Мне это неинтересно. Я вам могу напомнить? Не надо. Нет, подождите, подождите. Ну, вице-президент бывшей академии, я не знаю, сейчас остался в ходе выборов Александр Миккипелов, которого пыталась Сонин с Гуриевым... Не остался. Ну, вот Сонин с Гуриевым пытались уличить в плагиате и доказывали, что часть его текстов заимствована из неких книг американских экономистов. Был огромный скандал. Ну, во-первых, заметьте... Это академическая среда, академическая среда. Это вице-президент Российской Академии Наук. Игорь Станиславович, смотрите, там как между собой разбираются экономисты, это вопрос не ко мне. Я много слышал и про диссертацию Гуриева, что она с ошибками. Там много разных вещей. Так что... Это когда всплыл? До того, как он уехал или после? До того, давно, 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 давно. Дело в том, что он на ВЦ, у нас же в учтительном центре, там стажировался, и, в общем, довольно известная вещь. Но я не специалист и ничего сказать не могу. Вот кроме того, что я слышал, и хорошее, и плохое. И плохое тоже, и вполне. Насчет того, что обвинение... Знаете, про Путина где-то я читал. Что Путин что-то у немцев там стрелил. Ну вот это не... А у него диссертации есть? А просто серьезно? Да, и его тоже есть, что у Путина что-то там есть, какие-то вещи, которые... Он же прекрасно знает немецкий, насколько я понимаю. Я его даже слышал. Их канал даже фрехен. Никцэш фрехен. Так вот, если человек использовал что-то, ну там что-то побузили, побузили, и все кончилось. Потому что это не такое вот... Понимаете, это не питье из виски за рулем. Вот сложнейшая вещь, когда мы говорим про некое заимствование идей. Вот это вот в ВАКе... Всего один случай был вот с таким вот, ну, грубо говоря, грубым копи-пейстом. 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 А диссертации снимаются часто. И вот при том, что... Вы догадываетесь, что как представитель Академии, ну даже член Академии, я, мягко говоря, плохо отношусь к нынешнему министру Ливанову по поводу его атак на Академию. Но как член ВАКа я ему безумно признателен за то, что немножко развязаны руки. У нас было... Недавно была замечательная история, когда человек пришел... Его вызвали по должности с докторской диссертацией. И знаете, в чем дело кончилось? Чем? Единогласно отвергнута докторская, единогласно закрыт совет. Почему? Совет за то, что он такую докторскую пропустил. А человек оказался абсолютно неквалифицированным. И было очень смешно. Один из академиков, членов ВАКа... По какой науке-то? Технические науки. То есть все-таки в технических? Технические науки. Там было совершенно замечательно, когда... Ну, не знаю, не буду называть кто. Ну, великолепный специалист, академик смотрит автореферат. Не просто диссертация. Для публики должно быть понятно, что диссертацию читают, вообще говоря, немногие. Автореферат, это вообще говоря... Уже много народа вы должны рассчитывать прочитать. В автореферате читает абзац. Говорит, слушайте, я специалист по управлению, один из лучших в мире. Говорит, я не понимаю. Говорит, Дима, вы понимаете новику? Дима говорит, я не понимаю. Что написано? Он думал, думал. Говорит, я понял. Это автоматический перевод с английского. А, то есть Google Translate там пользуется каким-нибудь. Да. Неправленный. И получился бред. Слушайте, может... И он спрашивает этого человека, говорит, это что значит? Это что значит? Дядька не отвечает. А дядька, там какой-то конструктор, там с деньгами, там с чем-то еще. Серьезно? После выпуска новостей, если не возражаете. И после этого его нафиг, и совет нафиг. Иди на глаз. Ну, все же, мы возвращаемся в эфир, где мы с Константином Владимировичем Рудаковым обсуждаем антиплагиат. Но на самом деле, вот сейчас хочу уже от темы антиплагиата перейти все-таки к теме, как вы мне отдали такой хороший футбольный пас вашего отношения к Минобру и Российской Академии Наук и конфликту между ними. Что, на ваш взгляд, сейчас вот самая фундаментальная проблема, которая лежит, которая вообще существует в отечественной науке? Не проблема, я имею в виду... Научная. Научная проблема, да. А проблема структурная, которая мешает существовать. Вот, к сожалению, не транслировалось широко последнее выступление предыдущего президента Академии Наук Осипова Юрий Сергеевич. Видите ли, вот мне, ну так, повезло, он член нашего отделения. Академия делится на отделения. Так вот, широкой публике должно быть понятно. Вот, может быть, кто не знает, что в Академии... Что он физик. Нет, Осипов математик. Сережда, я почему-то высказываю, что он физик, простите. Вот. Простите. И Юрий Сергеевич, я имел и имею честь состоятельства... Господи, я Осипова перепутался с Фортовым, да. Конечно. И более того, ну, простите меня, Юрий Сергеевич, я такого счастливого Осипова, как на следующий день после выборов, не видел никогда. Он пришел такой довольный, было заседание уже локальное отделение математических наук, и Юрий Сергеевич, по-моему, чувствует человека, который нес на себе быка, и этого быка там поставил на ноги и отправил в поле. Чудовищная работа. Очень тяжелый быть президентом. Да, но только вы извините меня, вот я сейчас опять-таки безоценщий, потому что я не академик, не член корреспондента. Ну, это не причинный. И вообще человек не ученый, но я очень много изучал, скажем так, реакцию на эти выборы, и увидел следующее, что на самом деле общественность была счастлива тому, что убрали Осипова, и наконец-то, может быть, Фортов что сделает что-нибудь с академией, разрушенной Осиповской кликой, так обычно писали. Ну, это бред собачий. Вот я и хотел узнать, что такое сделалось, потому что общественность так недовольна. И что делает сейчас Ливанов, и что сделал Фурсенко. Это разные вещи. Я понимаю, что это разные, но мне интересно просто. Понимаешь, для меня есть несколько вещей, математика как устроена. Вы понимаете, есть аксиомы, дальше есть модус понус, то, что называется, ну, то есть тут правила вывода арестователевой логики. Вот, если верно А и верно, что из А следует Б, то верно Б. Ничего больше нет. Так вот, на этом уровне. Некоторые вещи я вот принимаю для себя как аксиомы. Ну, вот это факты данные, ну, вот просто так сложилось. Это не хорошо, не плохо. Ничего сравнимого с академией по интеллектуальному потенциалу в научном смысле в России нет. Тезис первый. Вот мои наблюдения это показывают. Вот, все, что, когда говорят, вот, я Ливанова же читал до того, я читаю журнал «Эксперт». Вот, из ненаучной литературы. Я тоже. У меня там хорошие знакомые есть, вот, как раз, Дан Медовников, там, Леночка Рыцарева писала. Замечательные люди. И с разных точек зрения писали. И там же писали статьи вот эти господа относительно того, что академия не та и академия не то. Во-первых, всегда надо смотреть, затронут ли вопрос о собственности академии. Вот это фундаментальная вещь. Видите, с армией уже порезвелись. Ну, это не требует комментариев, правда? Потому что армия – самый большой собственник. А кто порезвелся-то? Кто с армией порезвелся? Нет, с армией порезвелись, а с академией – нет. Академии страшно повезло, что ей не давали налоговых льгот в свое время. Когда там фонд спорта убивали, там, это же вообще бандитизм какой-то. Единственное, кто выжил, там РПЦ, насколько я понимаю. Ну, это военизированная организация, на мой взгляд. РПЦ? Да. У них там все в порядке. Это дисциплинка. Мама, не горюй. И вот им такого рода вещи годятся. В академии, слава богу, не было налогового льгота. Там академия жила сама по себе, ну, пускай скудно. Но самое главное, что на самом деле потенциал и вот запас, он сохранился. Есть провал в поколении. Это да. Вот это люди, которым сейчас, ну, младше меня лет на 10, на 15. Вот, а я 54-го года рождения. И вот меня избрали в академию в 97-м году. Знаете, мне было 42 года. Вообще говоря, ну, как говорится, возраст вполне фертильный. Ну, и до сих пор я себя не чувствую совсем же глубоким стариком. Вот вы видите, как бы, более-менее. Ну, у нас с вами не такая большая разница. Ну, это возможно. Во всяком случае, вот, могу, конечно, пойти через, там, полтора года на пенсию, ну, в академии не принято уходить на пенсию. Вот, среди активно работающих ученых. Старики бывают и в 25 лет. Вот эта критика, что это пожизненность. Пожизненность, на самом деле, ведь только у членов академии. А их всего-то тысяча человек, там, с небольшим. Но есть некая проблема, которую все обсуждают, и академия видит. Что вот эта пожизненность, она, ну, как бы, диссипирует и распространяется на всех работающих в академии. Это уже не очень хорошо. В то же время, в силу скудности материальной надо людей поддерживать. Людей, которые очень заслужены. В то же время есть проблема, что при этом не освобождаются ставки для молодых. Не дали, как вчера вечером, вот, с моим учеником любимым, с Константином Вячеславовичем Воронцовым обсуждали. Приток новых людей в академию, вот, ограничен, вот, тем, что там есть ставки. Моя бы воля, вот, эти административные вещи, об этом Фортов, кстати, говорил. Что здесь надо разбираться. Юрию Сергеевичу удалось сохранить академию. И сохранить потенциал академии. И связи академии с высшей школой превосходные. Ну, только с какой высшей школой? Я уже говорил об этом, позволю себе повториться. Когда мы говорим о связи с высшей школой, для меня это, высшая школа, это физтех и университет в Москве. И магазин закрыт. Все, больше ни с кем не надо. Вот в нашем отделении. По большому счету, вот, вот с этими двумя учебными заведениями связи вот-вот такие. Там никакой, там называть это интеграцией, на самом деле она реально существует. Большинство, все серьезные ученые преподают. В моем отделе преподают все. На физтехе или в университете, а то и там, и там. Бешеное количество молодых людей, великолепных. Я вот вчера занимался приемом на свою кафедру до половины двенадцатого ночи. Отбором на физтехе. Людей, которые попадут ко мне на кафедру. Мы с Костей Воронцовым сидели и разъехали с ним без пятнадцати двенадцать. В Долгопробном. Нас уже выгнали из дома, и мы на улице. Заканчивали собеседование с претендентами. Потому что из блестящих ребят, из там, из тридцать четырех, надо было отобрать шестнадцать. То есть школа, на самом деле, жива. Более того, наука состоит из школ. А вот я прочитал, вот после того, как я с Яном Яновичем Мелковым беседовал на РБК, прочитал господина Северинова. Там у него Медведев брал интервью. Ну, совершенно фантастика. То, что он говорит, я это просто не знал. Я не слежу за этим, господи. Мне, как бы, свои дела полно. Не читаете советские газеты, да? Ну, в данном случае, не советская газета. Это было вот описание, вот, как у Константина, я не помню отчество. Не помню тоже. Ну, такой, ну, лет на десять, на двенадцать младше меня немножко. Только Северинов? Да. Ему тридцать с небольшим, простите. Нет, нет, я посмотрел. Да, серьезно? Да. В его годы я уже был член-корреспондентом. Так, чуть-чуть. Вы продолжайте, я сейчас просто проверю. Посмотрите. Ну, вот я посмотрел в Википедии. А, значит, у меня компьютер же стоит. Вот, да. Посмотрите. Может быть, я ошибся, но вот что-то я увидел. Ну, неважно, это не принципиально. Это вот джентльмена. И вот, заметьте, он сводит, и вот эта критика Академии. Главная задача в Америке, это надыбать грантов, после чего ты станешь фулл-профессором, можешь всю жизнь ничего не делать. Прекрасная идея. Академия чем плоха? То, что... Он мой ровесник, 67-го года, да. Я 68-го, он 67-го. Ну, значит... Ну, 13 лет. 13 лет. Ну, вот я и сказал. Вы же сами только что признали, что у нас с вами не уж такая... Ну, как-то, вы знаете, все-таки мне... Драматическая разница в возрасте. Даже все нормально. И, понимаете, вот собственность за этим стоит очень серьезная штука, потому что есть такая идея замечательная. В Москве много собственности, громадные территории, там, где-то записано за Академией. Вот уже не по физмат-институтам, а по институтам почвоведения какие-нибудь и все прочее. Отличная вещь, которую можно так же, как в армии, приватизировать. Академиков... Ну, а что, нормально, пускай в Троицке все. Или где-нибудь там за городом резервацию построить. А то и по домам рассадить. Думаю, что это очень серьезный мотив. И ведущий мотив на самом деле. Ну, не обязательно у того же Северинова и Ливанова. Но есть много людей заинтересованных. Приватизировали, приватизировали, да недоприватизировались. Там есть еще что приватизировать. Вы думаете, они бьются за собственность? В том числе. Это один аспект. Второй аспект, то, что... Ну, тот же самый господин Ливанов. При том, что я говорю, я ему крайне признателен за движение, вот там за чистоту рядов. Это правильно. Это очень хорошо. Но ведь он человек обиженный. Его не взяли в Академию. Он получил премию Академии наук, как молодой ученый. И вот то же самое, что вот у нас и мой Костя Воронцов получал. Я сам член комиссии по этим премиям. Обычно это блестящие люди. И вот Ливанова я глубоко уважаю, как ученого. К нему, кстати, никто никогда претензий не восказывал. Там проверили его диссертацию, все у него совершенно нормально. Ну, зато с его заместителем Федюкиным были там какие-то... Вы знаете, с Федюкиным полная ерунда. Я видел Игоря Игоревича. Несколько раз. На мой взгляд, абсолютно адекватный человек. Ну, я же вам говорю, что были скандалы. Скандал совершенно идиотский. Это я видел. Это полный бред. Это чисто... Вы знаете, кто я по специальности? Я называюсь инженер-физик. Ну, всем давали диплом инженер-физик. Вообще, я всю жизнь занимаюсь математикой. Хорошо, ну, если вдруг кому-то захотелось бы там задним числом или... А у них в это время что-то меняли дипломы и меняли всему его курсу. Это не Федюкину меняли. Ну, это же просто бред. Надо не обращать внимания. Это какая-то формальная штучка там... Нет, он человек нормально образованный, абсолютно меняемый. Опять же, понимаете, вот надо смотреть на вещи объективно. Мне не нравится ваша позиция по Академии, а здесь мне ваша позиция совершенно близка и понятна. Это нормальные вещи. Не бывает черно-белых людей. Поэтому и вот Фортов выступает, он сказал, что надо искать нормальные точки соприкосновения. А они могут быть вообще? Конечно. Конечно. Понимаете, весь вопрос в том, наезжать на Академию, это как? Понимаете, можно говорить, вот мне это не нравится, давайте, Карфаген должен быть разрушен, и все. Вот это позиция идиотская. Говорить, вы знаете, это совершенно гениальная вещь, но у нее есть некоторые проблемы, и надо помочь их решить. Вот это моя позиция. И по этой позиции правильно. Так же, как с высшей школой. То же самое. И вот с тем же самым, вот мы с вами вернемся, ну, как в сонете, значит, к антиплагиату. Фантастическая вещь. Когда я читал реплики. Люди не понимают, вот надо воспитывать какую-то этику. Девочки пишут, бедные, знаете. Я, ведь я не скопировала, я учебник переписывала, прямо набивала сама. А эта сволочная система мне показывает совпадение. Слушайте, а устные тексты, кстати, анализируют вашу систему? Ну, нет, конечно. Почему? Ну, распознавание речи, перезусловно, письменные. Игорь Станиславович, это отдельная песня. Отдельная песня, нет. Существует готовый... Пожалуйста, вы переведите... Восьрикогнишен систему. Это другая... Я знаю прекрасно. Слушайте, у меня... Опа, у нас передача подошла к концу. Продолжим в ближайшее время. Константин Рудаков был у меня в студии. Я Игорь Вильтель. Через неделю услышимся.